Всем привет и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с друзьями отправляемся в прекрасное место на юге Швейцарии, на границе с Италией, которая называется Кадемарио. Так как мы бронировали наше путешествие за несколько месяцев вперед, конечно же и не рассчитывали, что будет такая погода. Сейчас у нас сезон проливных дождей, дожди идут каждый день уже несколько недель подряд, поэтому очень много затопленных городов и даже наше Боденское озеро вышло из своих рамок и затопило много домов, много перекрытых дорог. Но тем не менее мы все равно отправились в путешествие, потому что мы не могли его уже никак шторнировать. Да и вообще хотелось как-то провести выходные друзьями, поэтому мы взяли такое путешествие, в котором один день направлен на зону спа, поэтому мы выбирали отель, в котором можно будет и поплавать, и сходить в хамам, сауну, насладиться, просто ничего не делать. Из-за сезона дождей я еще никогда не видела в Швейцарии столько водопадов практически с каждой горы. Первая остановка, которую мы сделали в Асконе, в районе Маджия, это уже итальянская часть Швейцарии, ближе к Тессину. Здесь нам забронировали дегустацию вин, поэтому мы идем и ищем, где это именно. В основном все виноградники здесь именно из Мерло, поэтому можно просто миллион сортов Мерло попробовать, как белого, так и красного. Не только вин, также из него делают Граппу и даже Прозеко. Так, нам сюда вошли, наконец. Дегустация. Первое вино Кернер. Андреа. Тинь-тинь. Несмотря на дождь, здесь было очень атмосферно, все современно. И как в любой винотеке, можно купить различные продукты. Здесь как вина, так и своя полента. Они выращивают свою кукурузу, из нее много чего делают. И еще полтора часа серпантиновых дорог. Мы наконец-то добрались до нашего отеля, потому что он находится на самой горе, поэтому дорога была трудной. Ничего не было видно, но наконец-то. Это наша комната. Довольно большая. Классная, удобно, все есть. Не знаю, что еще сказать. Смотрите. Что это за сумка? А, смотри, с тапками уже можно было не брать. Большая комната. Что там в окне интересного? О, пуль летний. И два полотенчика. Для гостей отеля все услуги включены, поэтому мы решили сразу ими воспользоваться. Сразу после чек-инга отправляемся вниз в зону спа. Здесь, как и во всех немецко-говорящих странах, снимать, конечно же, нельзя. Но как можно такую красоту не снять? Здесь зона отдыха с видом на озеро. Кстати, не на одно. Здесь вид на два озера. Озеро Лугана и озеро Кома или Лага Маджоры. Погода, как видите, дождь, но, несмотря на это, все работает. И все равно создается такое даже немножко ощущение, как будто ты в сумерках. Где-то вот эти облака, они постоянно висят, можно сказать, над деревьями. И тоже в этом есть свой шарм. Отель очень классный, нам понравился. Но заранее мы знали, что почему-то рецензии на еду были очень плохие для ресторана. Мы сразу решили найти, где можно поужинать вечером, не в отеле. Остались здесь на ланч и поняли, что еда реально невкусная. Так как мы живем в Швейцарии, цены здесь нас не удивляют. Но чизкейк за 17 долларов, извините, пожалуйста. На ужин мы пошли в семейный итальянский ресторан. Такой атмосферный. Чисто итальянская еда, виды красивые. И, конечно же, сам хозяин к нам подошел, обслужил. У них много домашней еды. И поэтому это было именно то, что мы хотели. Вот такой вот аперитив нам принесли. Это бесплатно перед главной едой. Мы себе закуски не заказывали, потому что до этого у нас был ланч. Мы прикусили. И вот приносят главное блюдо, сглоши. Так классно. Я впервые попробовала равиоли с мясом. Обычно это здесь с сыром рикотта, со шпинатом, какие-то другие наполнения. С мясом впервые я пробую. И с ореховым соусом. Также здесь был кролик, ягненок с медом под травами. И Андреа заказал себе какой-то набор морской с креветками. Также клево сервировали десерт. Чисто по-итальянски подъехали с вагончиком. Знаете, вот часто дегестивы, вот эти граппо всякие, лимончелло привозят на таких вагончиках. Десерт вижу впервые. Спрашивают, что хотят и готовят, можно сказать, перед тобой. Маленькое кулинарное шоу, но приносит только радости. Я заказала себе панакоту с малиновым соусом и попросила ягодки малины. Доброе утро. Мы уже встали и собираемся на завтрак. Сейчас покажу, какая погода сегодня заметительная. Наконец-то перестал идти дождь. Посмотрите, как красиво. Хочется поскорее увидеть озеро без этого тумана. Еще у нас уже полный бардак в комнате. Ну да. А, там облака лежат прямо на озере. Не хочет оно нам показываться. А вот пуль, в которой мы вчера были. И там еще внутри. Угу, погодка какая классная. А вот завтрак где-то там. Надо идти места занимать, пока еще есть. Какая красота. Вот эти елки реально мешают всему виду. Или хотя бы вот эти деревья. Выходные закончились быстро. И пришло время собираться. Подготовка к чек-ауту из отеля. Я в этот раз проверяю все прям под одеялом везде. Каждый раз мы выезжаем из каких-то отелей и забываем там зарядки, вещи. Нужные вещи, пусть они и мелочные, но они нужны. Вот так вот недавно мы забыли от айпада высокоскоростную зарядку. И вот до сих пор нормальную не купили. И мучаемся от этого. И, конечно же, сегодня солнышко. Это значит, что мы можем поехать к озеру поближе. Насладиться видами, погулять еще. Поэтому мы даже рады поскорее выехать. Так как у нас есть еще кое-какое время в запасе, перед чек-аут мы решили, что можно погулять по территории отеля, посмотреть на виды, походить немножко. Потому что погода благоприятная. Но сначала я сложу все вещи в чемоданы, чтобы быть наготове. Вот я показываю карточку от комнаты. Здесь написано, в каком отеле мы остановились. Это место также называется Кадемарио. И здесь все такое в более итальянском стиле. Здесь практически все говорят только на итальянском. И как бы природа, озеро, горы. Кому такое нравится, то, конечно же, отдыхать здесь. Здесь нет такого суперсего современного. Нет. Это не по адресу. Здесь более в таком традиционном итальянском старом стиле. Это классно. Так, вон там терраса, где мы заплакали. А сейчас полностью видно озеро. Наконец-то ушли облака. Надеюсь, что мы сегодня к нему еще подъезжим ближе. Поднялись на мостик. А тут такой вид красивый. Красота. Только солнышка не хватает для резкости и четкости. Так, это озеро, которое мы увидели со стороны. А дальше... Другое озеро уже. Смотрите. Так, это второй бассейн, который мы, к сожалению, не попробовали для летнего сезона. Вроде как бы конец июня, но... И вот с таким видом шикарным. Но холодно. Вчера было 14 градусов, сегодня 20. Все, мы уже собрались. Идем на check-out. Редактор субтитров. Корректор А.Егорова Мы решали, к какому озеру лучше подъехать между Комозе и Лугану. Выбирали все-таки Комо, потому что здесь более маленькие деревни, более итальянский стиль, то, что нам надо. В Лугану мы уже несколько раз были, и там большой город. В большом городе сложнее найти парковку, много пробок, поэтому наш выбор пал на Комо, и здесь прям очень красиво. Здесь даже ехать просто на дороге возле озера очень красиво. Здесь проходил какой-то музыкальный фестиваль, поэтому можно всегда на заднем фоне услышать какую-то музыку в стиле джаз или старинном каком-то стиле. Несмотря на жаркое солнце, было очень ветрено. Мы сначала сели на первую линию столов к озеру, чтобы пообедать, но оказалось так ветрено, что мы потом пересели подальше, и уже такого вида шикарного не было. Я сказал, что ты стиль, 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 стиль. Жарко. Субтитры создавал DimaTorzok Мы вкусно пообедали итальянской пиццей и уже на пути домой Сегодня дорога солнечная, приятная, так красиво, горы вокруг, водопады Я не знаю, что еще для счастья надо Знаете, только одни выходные вроде бы провели с друзьями вместе Но как важно такие выходные проводить, чтобы они были Потому что это реально наполнило нас энергией Все отдохнувшие едем Я надеюсь, что смогла поделиться с вами этой энергией, этим теплом И я надеюсь, что это видео вам понравилось Я скучала И до скорых встреч Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok